МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Помимо того, что в этих корзинах можно хранить вещи, которые уже грязные, перед стиркой, можно хранить игрушки. Эти ведерки могут быть из бечевки, просто из обыкновенного каната, а смотрятся просто фантастически. И какая крышечка! Фантастически смотрится и стоит достаточно дорого. Я в магазине подобное видела не менее 300 гривен. Цена таких корзин иногда доходит до 1500 гривен. Эта корзиночка мне обошлась намного дешевле, потому что я ее делала своими руками. На такую корзинку небольшую можно потратить максимум 75 гривен, если покупать бельевую веревку. Нам для этого понадобится 30 метров. И еще нам необходима будет основа, каркас. Для этого я брала просто обыкновенное ведро. Это может быть ведро пластиковое, любого объема, который есть дома, в зависимости от того, какого размера корзину мы хотим получить. Я покажу сейчас вам принцип, как правильно делать эту корзину, а затем варианты и размер вы можете выбирать на свое усмотрение. Для того, чтобы сделать внутреннюю стенку нашего ведерка, мы будем брать ткань. Она должна быть достаточно грубая. Это может быть двунитка, брезент, мешковина, все что угодно, плотное, чтобы держало немножечко форму и без больших отверстий. Мы сейчас будем это все склеивать на клей, и клей не должен просочиться, чтобы не приклеиться к пластиковому ведру. Нам понадобится для данного ведерка 40 сантиметров ткани. Соответственно, чем больше ведро у нас, тем больше надо будет ткани. Но у нас ткань до размера ведерка, а дальше можно уже накручивать веревку непосредственно без чехла на более высокий уровень. Чехол закончился, а корзинка еще продолжается немножко. Понятно. Можно просто намотать ткань, но оно будет достаточно грубо смотреться, и я решила все-таки чуть-чуть наметать. Главное, чтобы на данном этапе оно держало форму. Веревку мы будем просто закручивать такими спиральками, двигаться от центра дна. Берем канатики. Причем тут мы можем чередовать разные цвета. Наносим клей. Твой любимый клей-пистолет. А вот если все-таки в хозяйстве мы до сих пор не обзавелись этой полезной штуковиной, каким клеем можно заменить? Строительный клей ПВА, он достаточно густой, быстро сохнет и крепит между собой совершенно разнообразные материалы. Можно его тоже использовать. Клей будет делать более жесткой нашу конструкцию. Это принципиально, что мы сразу двойной слой веревки используем? Или это просто для того, чтобы быстрее работа пошла? Это быстрее, и это чередует цвета. Ну, а вот в этой корзине, такой тоже яркой, цветной, ты использовала веревку потоньше. Просто дольше нужно будет повозиться чуть-чуть. Да, будет дольше и немножечко больше пойдет расход. Хорошо, что сейчас веревки такие разнообразные. Причем очень доступные по цене. От 2,5 гривен за метр заканчивается дно, и нужно переходить на боковую поверхность. То есть как это правильно сделать? Я обрезаю то, что у нас уже есть. И теперь с того места, начиная, где закончились наши два канатика, мы крепим яркие уже и плавно-плавно переходим к боковым частям. Тут главное, чтобы все части хорошенько прилипали к ткани. Она наша основа, и мало того, что она делает внутреннюю часть корзинки красивой, она еще и соединяет все веревочки между собой. Еще хочу с вами поделиться разными секретиками по поводу веревок. Если дома в наличии есть просто обыкновенная белая бельевая веревка, то ее можно покрасить акриловой краской. Желательно, конечно, сделать это до того, как мы клеим уже к основе. Просто так получается всегда достаточно аккуратно и равномерно. В любой емкости развести акриловую краску немножко в воде, чтобы она стала достаточно жидкой. Туда поместить веревку. Буквально на несколько минут она пропитается краской и примет тот цвет, который нам необходим. Здорово. А потом, получается, из-за того, что акриловые краски водостойки, эта корзина, в принципе, и в ванной комнате будет себя хорошо чувствовать. То есть капли воды не испортят ее цвет. Абсолютно. Олечка, а как ты думаешь, у меня получится? Получится у всех, потому что это легко, просто. Клей есть. Теперь креплю плотненько и фиксирую. Клея, Олечка, тут жалеть не надо, да? Следите за тем, чтобы на внешней стороне между веревками не виднелся клей. Тогда работа будет аккуратной. Но его должно быть достаточно, чтобы все-таки получился такой каркас жесткий. Получается. А где ты узнала о таком способе плетения корзин? Сейчас очень много всего черпаем с интернета. На самом деле это все рукодельницы делают, особенно с европейских сайтов, с американских. Техника достаточно легкая, простая. Мы просто продолжаем по кругу спирально приклеивать веревку. Каждый с этим справится. Горячий клей он моментально схватывает, но для того, чтобы он полноценно застыл, превратился в достаточно мощный такой каркас. Ну, где-то часик-полтора надо. И после этого смело можно его использовать. А что насчет крышки? Можно также сделать с чехлом, либо с подкладкой крышечку. Но, честно говоря, я делала просто вот таким вот легким способом. Мы делаем петельку, и потом вокруг петельки начинаем заворачивать витки. Аккуратненько между собой их склеиваем и начинаем разгоняться, постоянно примеряя к нашему ведерку, до какого диаметра нам надо дойти. А затем уже, в принципе, можно смело класть на стол и вот так вот по кругу наматывать. По центральному витку мы проклеиваем клеем и то, что у нас внешне, прижимаем. Подклеиваем и прижимаем. Хвостик у нас есть, можем его подпалить зажигалкой, чтобы зафиксировать, и он не распутывался. Можем скотчем его подклеить, либо краской, либо клеем этим же горячим тоже зафиксировать. Она у нас без каркаса, достаточно такая подвижная, мягкая. Ее можно посадить на ткань, тогда она будет более плотнее. Но, по-моему, смотрится очень красиво. Олечка, как же мне нравятся все эти варианты. И не только красиво, а как удобно для того, чтобы навести в доме идеальный порядок. Спасибо тебе огромное. Привет, YouTube! Тебе понравилось это видео? Оставляй комментарии и делись ими с друзьями. Ведь наши советы делают твою жизнь проще и ярче. А чтобы быть еще ближе, подпишись на рассылку нового видео. И все будет добре! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...